Работа над сборником длилась три года. Все началось еще в конце 2017 года. Для меня это была спонтанная идея, которая прозвучала от Влада, который предложил собрать статьи самых пишущих участников СНТО, собрать и, собственно, чтобы они подготовили свои материалы. Те материалы, которые они представляли на наших семинарах, на научных конференциях. В СНТО часто проходят конференции-конкурсы, где в конце жюри выбирает самые лучшие доклады. С таких музыковедов мы и хотели начать. У наших авторов-студентов и аспирантов был только участие, из них был опыт публикации в Аковских журналах, изданиях. В основном все писали рецензии, статьи в консерваторских газетах. И вот в каком-то смысле научно-издательский центр взял нас на... Мы прошли у них курсы повышения квалификации, потому что многие студенты-аспиранты были вынуждены серьезно подтягивать свои статьи к тому как раз результату, к тому уровню, на котором уже рецензенты и редакторский, редакционный совет нас, собственно, допустил до момента публикации. В этом сборнике очень высокая степень оригинальности самого материала. Очень приятно было услышать такую оценку от Валентины Николаевны Холоповой, которая является одним из авторов нашего сборника, потому что в ее несколько страниц, буквально две, две с половиной страницы, в монографии композитор Альфред Шнитке, это то немногое, что было написано об истории СНТО до появления нашего сборника. И второй такой, как это называется, первый источник, это статья, которая была написана Верой Николаевной Никитиной и Владиславом в энциклопедии Московской консерватории, издана в 2016 году, в этой юбилейной энциклопедии. Собственно, из этой энциклопедии мы узнали, какое у нас будет творческое задание. Мы увидели там фамилии, очень много знакомых фамилий наших преподавателей, и мы стали просто подряд проверять каждую фамилию, спрашивая, вы действительно участвовали в СНТО? Часть тех, кто там указан, действительно многое вспомнили и, собственно, поделились воспоминаниями, которые вошли в первую историческую часть сборника, которая так и называется «История СНТО Московской консерватории. Воспоминаниях современников и документах». Как оказалось, на протяжении долгих лет, начиная где-то с конца 50-х и до 92-го года, все заседания ученого совета, на которых дважды в год отчитывались председатели СНТО общеконсерваторского и СНТО отдельного факультета, так как они были на каждом факультете, все это сохранилось в виде стенограмм и даже неких там планов, которые, собственно, председатели вынуждены были два раза в год, планы, отчеты, вот все это представлять. Читая сам сборник, читатель, я думаю, что может проследить, как менялась роль СНТО в жизни студентов и преподавателей консерватории. И, наконец, я считаю очень важным, что в самом сборнике есть и материал, посвященный СНТО новейшего времени, который, собственно, с высоты птичьего полета осветили Роман Александрович и Владислав. Это книга, конечно, историческая, и не случайно слово «история». Она, хотя и уже более мелким шрифтом, но стоит в заголовке. Тем не менее, это, конечно, ключевое слово. И сама идея, само направление, сам импульс, все это было задано Владиславом. Это очень чувствовалось и в деятельности СНТО, когда он был его председателем и руководил. И все это было подхвачено и воплощено в какую-то очень практическую программу действий уже Аней, которая провела действительно огромную работу вместе со своими помощниками, с самыми многими ребятами, которые поучаствовали в создании этого сборника, и работая в архивах, и непосредственно общаясь с нашими коллегами. И, конечно, самое, может быть, приятное для меня, это то, что все, что здесь делалось, и написание собственных статей, и работа с архивными материалами, и подготовка бесед, и редакторская, конечно, большая работа, все это было абсолютно добровольно, бескорыстно. Это был вот такой вот проект, который руководствуется тем, что Ярослав Ильич сегодня обозначил, то есть любовью, любовью к консерватории, любовью к своему прошлому, может быть, даже узнаванию себя как части вот этого прошлого, неожиданно. Вот мы учимся здесь, оказывается, что мы представляем что-то такое, что существовало многие-многие десятилетия. Это интересно и неожиданно, и приятно, и как-то меняет точку зрения даже, наверное, на самого себя. Мне кажется, что с МТО это такая редкая возможность, как бы реальные как бы такую инициативу снизу, когда каждый делает то, что ему кажется интересным, каждый может предложить, найти себе единомышленников, которые потом смогут вместе какую-то идею продвигать и развивать. Вот мне кажется, что в этом плане, если все как бы и так дальше будет продолжаться, то будет 2, 3 и 5 сборники, посвященные просто тому, что сегодня делают студенты, и это очень здорово. Так что я просто очень благодарен СНТО за то, что в моей жизни было, да, и во многом благодаря, собственно, обществу получилось по-настоящему познакомиться с какими-то сверстниками, да, или там студентами там соседних курсов, потому что, ну, обычно, как бы во время там учебы, которая у тебя там бывает, там до 7 дней в неделю, да, ты занимаешься какими-то делами, иногда еще работай, и вот какое-то такое ощущение, какое-то атмосфера взаимодействия с коллегами, сверстниками в консерватории, этого, ну, честно говоря, не хватало долгое время, да, и вот когда, собственно, появилась СНТО, вот, новая возрожденная, да, когда появился сборник Павильские и студенческие проекты, вот действительно появилось то, что, ну, за себя так говорю, по крайней мере, да, появилось ощущение какой-то вот такой творческой атмосферы, которая, мне кажется, просто, ну, является, ну, важнейшим условием, да, для творческого вуза. Так что, в общем, большое всем спасибо, и вот с удовольствием держу книгу сегодня первый раз в руках. Спасибо. 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 Спасибо.